Всем снова привет! Мы продолжаем наше путешествие по Дарки Стивиллю. Ну и в принципе мы уже большую часть сгоревшего города исследовали. Нам осталась вот эта локация. Здесь поговорить с этой миссис Мухой и мистером Волком. Давайте начнем с миссис Мухи. Ценю тот факт, что она старается выглядеть на все сто. Но на нее все равно без слез не взглянешь. Уродливая муха Несса. Окей. Возьми ее. Ей не нравится, когда распускают руки. Здравствуйте, леди. Что такая юная девушка, как вы, делает ночью в таком месте? Я с вами совершенно согласен. Но я не чужак. Позвольте вам представиться. Я Синт, демон из Дарки Стивилля. Я не пытаюсь произвести на вас впечатление. Я всегда говорю эти слова, когда представляюсь. А вас как зовут? Бетси. Надеюсь, теперь, когда мы уже представились друг к другу, мы можем поговорить как хорошие знакомые. Потрясающе. Так, поехали по порядку. Что вы делаете здесь ночью совершенно одно? Мне кажется, ваш кавалер Сет слишком подзадержался. Вы уверены, что договорились встретиться с ним именно здесь? Хорошо, хорошо. Я всего лишь спросил. Вы знаете, приличной девушке не подобает так говорить. Что вы за демон? Ну, конечно. После того, как вы это сказали, мне это стало очевидно. Вы не могли бы мне помочь попасть в замок? Нет, не то чтобы... Эй, не горячитесь. Я и не думал намекать, что ваша мать была... Как все это связано с неприятностями на работе? А, я понял. У вас болит голова, но... Какое это имеет отношение к слону на ходулях? Ладно, ладно. Простите. Я не хотел. Давайте просто забудем об этом. Я никогда не понимал женщин. К какому бы виду они ни относились. Зачем вам суфле? О, это отличный способ завоевать сердце мужчины. Можно мне его взять? Хорошо, хорошо. Я понял. Я не твой парень. Вы не знаете, как разбудить крепко спящего человека? Да, но дело в том, что у меня нет динамита. Нужно придумать что-нибудь другое. Вы не знаете, как срастить сломанную ногу? О, ну я боюсь, что мой друг не способен отрастить новые ноги. У людей столько проблем со здоровьем, я постоянно забываю, что они могут, а что нет. Но давайте просто вычеркнем этот вариант. До свидания. Потрясающе. Так. Ни рыба, ни мясо. Вот то, что нам нужно. Что-то странное в реке. Ни рыба, ни мясо. Не стоит. Как подумай о том, сколько пираньи-убийц выпустил в реку. Эй! Доминго! Вот ты где! Что ты тут делаешь? Ах, точно. Ты же рыба. Но как же пираньи-убийцы, что водятся в реке? Молодец. Будут знать, как с тобой связываться. Тут заварилась серьезная каша, так что оставайся тут, пока я не вернусь, ладно? Ладно. Хороший мальчик. Потрясающе. Доминго не дал себя в обиду. Это моя любимая рыбка Доминго. Он не привык находиться вне своего аквариума. Но он прекрасно справляется. По меньшей мере в этой речке он на вершине пищевой цепи. Он слишком большой, с собой не унести. Да, позабавило меня про вершину пищевой цепи. Так, господин волк. А, это лопароти. О, он напоминает мне о моей стае бешеных волков. Я так по ним скучаю. Мне очень хотелось бы его погладить. Вот только ему это вряд ли понравится. А учитывая размер его челюсти, лучше не рисковать. Кто хороший мальчик? Кто хороший мальчик? Вау, вау. Эй, я нахожу этот комментарий крайне оскорбительным. И не только потому, что я наполовину волк. Я говорю от лица всего семейства собачьих. Простите, я не... О каждом нужно судить по его качествам. А не по расе, цвету кожи, вероисповеданию или леконтропическому состоянию. Послушайте, я не хотел. Мы живем в такую эпоху, когда настало время отбросить свои предубеждения и относиться к другим как к равным. Независимо от того, живете ли вы в другой стране или жаждете человеческой крови, внутри мы все одинаковы. И когда... Эй, я же ведь уже извинился, да? Кажется, наше знакомство началось неудачно. Я Сид, демон из Даркист Вилля. А ты? Приятно познакомиться, Сид. Меня зовут Джек Потрошитель. Я президент АПЛ. Ассоциации по защите прав леконтропов. Потрясающий тоже. Невероятный персонаж. Чем занимается АПЛ? Мы повсюду боремся за права леконтропов. Например, мы хотим равноправия. Мы хотим, чтобы в прессе было больше положительных отзывов о леконтропах. И кроме всего прочего, мы хотим равной оплаты за равный труд. Ты знаешь, что леконтропам платят 70 центов в час, а вампирам по доллару в час за ту же самую работу? Я понятия об этом не имел. Ну вот, теперь знаешь. Но вопрос в другом. Что ты будешь делать теперь, когда знаешь правду? Ты хочешь вступить в АПЛ? Нет, спасибо. Тебе наплевать на права леконтропов? Конечно! Я же орудие зла! Но не волнуйся. Это никакая не дискриминация. Мне одинаково наплевать на все права. Я понимаю. Тогда все в порядке. Ты же оборотень, да? Мы предпочитаем называть себя леконтропами. Мы чувствуем, что слово оборотень несет в себе отрицательный подтекст. И даже на лингвистическом уровне пытаемся изменить то, как нас воспринимают люди. И отвечая на твой вопрос, да, я уважаемый член общества, который оказался леконтропом. И я совсем не стыжусь своего состояния. Значит, ты оборотень, да? Да, я оборотень. Отлично! Круто! Это вообще безумно напоминает всю эту ситуацию, сколько вот сейчас идет вот этой абсолютно безумной борьбы за равенство. Всяких там сколько, 56 или 58 гендеров, которые пытаются доказать свое существование, там добиться каких-то прав. Ну вот, вот это вот все вот оттуда вот, ноги растут, вот эта вот пародия сейчас, которая происходит. А что ты делаешь рядом с таверной? А что? Леконтропу нельзя постоять у таверны и подышать ночным воздухом? Да нет, что ты? Мне просто интересно. Что именно? Или ты хочешь сказать, что поскольку я леконтроп, я стою у таверны и поджидаю подвыпивших людей, чтобы сожрать их подобно безумному зверю? Что? Нет, я не... Послушай, чем я занимаюсь у таверны, это мое дело. Ты не имеешь права строить предположение о моем поведении, и оно не имеет ничего общего с вкуснейшими людьми, которые сидят в таверне, и которые станут очень легкой добычей, когда из нее выйдут. С тобой сложнее разговаривать, чем я думал. А ты знаешь, что сейчас не полнолуние? Я в курсе этой ситуации. Надеюсь, ты упомянул об этом не потому, что раз нет полной луны, то меня не должно здесь быть. Это правда, что в прошлом мы были ограничены системой, которая позволяла нам проявлять свою сущность только в полнолуние. Но, к счастью, закон о лунной дискриминации уже давно отменен. Мне пора идти. До свидания. Интересный персонаж. Ладно. Но этот все еще тут работает. Заберем миску. Я не хочу с этим таскаться. Тут написано. Все блюда нашего меню по одной цене. Карамелизованная утка с беконами. А если... Так, мы это все слышали. Вот денежки выглядят очень интересно. Какая куча золота. Мне она нужна. Я не могу. Не думаю, что эти парни позволят мне это сделать. Мне нравится его стиль. Впрочем, он выглядит слишком костлявым. Выражением лица он напоминает моего бухгалтера. Это не к добру. Привет. Здравствуйте, сэр. Прекрасная ночь для игры в кости, не правда ли? Эй, ты так говоришь, потому что тебе сейчас везет. Нет, я говорю так, потому что это правда. Заткнись. Позвольте представиться. Меня зовут Фрэнк Вилл Колом, а моего сердитого друга Дон Двурок. А вас как зовут, сэр? Я Сид. Демон из Даркист Виля. Я прославился тем, что творю зло в демонических масштабах. Однажды ночью я даже украл по одному носку из пары у всех жителей города. Это впечатляет. Кажется, вы двое из-за чего-то поссорились, верно? И слушай его. Он озлоблен, потому что не умеет играть в кости. Это я не умею играть в кости. Я почти уверен, что ты всю ночь жульничаешь. Это я жульничаю? Да, ты жульничаешь. Как можно выиграть 200 раз подряд? И когда он наконец проиграл, я уверен, что расслышал, как одна из игральных костей сказала. Простите, босс, я ошибся. Пожалуйста, не увольняйте меня. Мне очень нужна эта работа. Марта снова беременна. Ты понимаешь, насколько нелепы твои обвинения? Марта уже слишком стара, чтобы забеременеть. Я хотел сказать, что это чушь. Игральные кости не разговаривают. Ты пытаешься выставить меня дураком в его глазах. Но я знаю, что я это слышал. И больше не собираюсь играть с тобой в кости. В какую именно игру в кости вы играете? О, мы играем в демонические кости. В их разновидность популярную на юге Преиспонии. В этой игре очень просто научиться. Все игроки делают ставки, а затем бросают кости. Выигрывает тот, кто выкинул меньшее число. Да, слишком легко. Спорим, я обыграю тебя в кости? О, как ты самоуверен, мой друг. Давай посмотрим, на чем зиждется твоя уверенность. Это плохая идея. Он никогда не проигрывает. Ха! Это потому, что он никогда не играл со мной. Мне нравится твой подход. Что ты поставишь на кону? Что можно выиграть в кости? Ну, я вот только что выиграл кучу денег. У тебя есть наличные? Ты принимаешь зло кредитки? То есть наличных у тебя нет? Сейчас нет. А ты не хочешь поставить свою душу? Прости, у меня ее тоже нет. Понятно. Может, своего первенца? Прости, но я никогда не хотел иметь детей. Как насчет плоти невинного человека? В городе не так много невинных людей. Ну, хотя бы плоти невинного животного. Даже не знаю. Как я узнаю, что оно было невинным? А! Если животное было невинным, у него очень нежное мясо. Понятно. А как мы узнаем, какое у него мясо? Мне пора идти. Привет. Привет. Ну, как идут дела? Кажется, эта ночь будет неплохой. Сегодня здесь так много новых лиц. А что случилось с твоими завсегдатаями? Они испугались и убежали, когда демоны зашли в таверну. Эй, а почему никто не убегал, когда я заходил в таверну? Я ведь тоже демон. Это дискриминация. Это совсем другое дело. Мы тебя знаем с самого твоего детства. А еще у тебя нет рогов. Это правда. Но почему ты их не выгнал? Я уже собирался это сделать. Но демоны заказали две бутылки моего самого дорогого вина. А клиентов не выгоняют. У тебя нет чего-нибудь, что разбудит моего друга, который наглотался снотворного? Послушай, ты все еще мне должен. Заплати, и мы поговорим об этом. Так, понятно. Для этого нам нужны вот эти деньги. Лучше пойду-ка подышу снаружи. До скорого. Это мусорный бак. Тут полно мусора. Дротики крепко на к... Так... Хм... Лучше я тебе сосиску дам. Это формально мясо. Ну или язык ламы. Нет-нет, ты не можешь его поставить. Это животное не было ни в... Откуда ты знаешь? А, если животное... Ммм... Так значит, ты хочешь поставить плоть невинного животного. А, я ощущаю плоть тысячи различных животных в предмете, который ты принес. Да, да, конечно. Это уникальная и очень дорогая вещь, созданная специально для демонических ритуалов. И ее даже можно использовать для барбекю на выходных. Ну, хорошо. Я ставлю все свои деньги против твоего особого мяса для ритуалов. Давай сыграем. Бери кости. Запомни, выигрывает наименьшее число. Ха, один-один. Твоя очередь. Хм... Парочка крайне подозрительных игральных костей. Нет, мы не такие. Что? Кто это сказал? Так, а может мы бросим кубики сахара? Эй, это действительно впечатляет. Двойной зеро. Ты выиграл. Как сладок вкус победы. Нет. Этого не может быть. Прости, повелитель тьмы. Я... Я проиграл. Прости меня. Нееет. Что это было? Ох, забудь. Он слишком нервно на все реагирует. Он делает так каждый раз, когда что-нибудь проигрывает. Завтра он снова сядет играть. Ясно. Он совсем не умеет проигрывать. Я хочу за него извиниться и, пожалуйста, не забудь деньги. Они твои. Чудесно. И сосиску забрали. Вот так вот все. На одном пятаке я разрулили даже. Не пришлось далеко ходить. На, баблинская. Ох, вы еще со мной, а я по вам уже соскучился. Мы провели вместе так мало времени, но я уже успел привязаться к вам, мои маленькие блестящие друзья. Прощайте. Джованни, вот возьми. Это деньги, которые я тебе должен. Да, сегодня действительно необычная ночь. Хорошо, Сид. Ты больше ничего не должен. Если захочешь что-нибудь заказать, пожалуйста, скажи мне. Могу я заказать назад свои деньги? Нет. Берем коктейль. Привет. Привет. У тебя нет чего-нибудь, что разбудит моего друга, который наглотался снотворного? Я могу предложить тебе кофе. Я сомневаюсь, что обычный кофе поможет. Он очень большой, и я дал ему... То есть он принял очень сильное снотворное. О, тогда я знаю одно средство, которое может ему помочь. Я слышал легенду о таком крепком кофе, которое может убить спящего слона. Но я не хочу его убивать, я просто хочу его разбудить. В легенде говорится, что его пили рабы-иудеи, которые всего за одну неделю построили международную космическую станцию для древней ацтекской империи. Я вижу, что в этой легенде, о которой ты говоришь, очень много противоречий. Перестань. Не обращай внимания на мелочи. Главное здесь кофе, который может разбудить твоего друга. И мы говорим не об обычном кофе, понимаешь? Мы говорим о... Эль Кафе Де Ла Муэрте. Эээ, это звучит великолепно. Пожалуйста, я хочу его заказать. К сожалению, его не так-то просто приготовить. И у меня нет всех ингредиентов. Каких ингредиентов не хватает? Я найду тебе все, что нужно. У меня есть почти все, что для него нужно. От смертоносного попугая до поющей мыши. Не хватает всего четырех вещей. Мне нужны кусочек свежего фрукта, немного рыбьей чешуи, просроченное лекарство и шляпа, которую никогда не носили. Какой случайный и неожиданный выбор. Но не волнуйся, я найду для тебя все эти вещи. Что? Шляпа, которую никогда не носили. Лучше пойду-ка под... Да, скоро! Господи, так. О, у меня даже сдача осталась. Так, чешуя, на. Вот, держи. Прекрасно. Мы на один шаг ближе к Эль Кафе Де Ла Муэрте. Так, ээээ... Лекарства. Вот, держи. Дай-ка я посмотрю. Да, срок годности истек. Мы на еще один шаг ближе к Эль Кафе Де Ла Муэрте. Шляпа, которую никогда не носили. Вот, держи. Отлично. Эта бумажная шляпа выглядит так, как будто ее никогда не носили. Так, и... Фрукт какой-то, да? Ну, тебе, наверное, малыш с ними не подойдет. Вот, держи. Отличный свежий фрукт. Наконец-то. Секундочку. Да ладно. Помидор подошел. Вот он. Узри Эль Кафе Де Ла Муэрте. Замечательно. Ты веришь, что его волшебство разбудит моего друга? Его волшебство. И растворенные в нем 30 таблеток кофеина, как написано в рецепте. Так или иначе, это разбудит твоего друга. Отлично. Так, отлично. Идем будить старика Моржа. 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 Не знаю, правильно. Держи-ка это. Надеюсь, теперь-то ты проснешься. Что? Что я тут делаю? Ты проснулся? Да. Да. Теперь я все вижу. Все такое яркое. Я чувствую, как расширяются границы моего разума. Морж! Наконец-то ты очнулся. Я уже было начала за тебя волноваться. Тебе больше не нужно ни о чем волноваться. Ты понимаешь, что мы всего лишь путь космоса к самопознанию. Ты несешь какую-то чушь. Я никогда прежде не чувствовал себя так хорошо. Жизнь прекрасна. Взгляните на этого парня. Он всегда улыбается. Нам всем стоит брать с него пример. Он определенно несет какую-то чушь. так, и осталось растить ногу этому парню. Так, не знаю, ну, хочешь тебе кость дам? Я не могу использовать здесь кость. Угу. Так. секундочку. Я на смс отвечу, чтобы меня не отвлекали. Так, и нам нужно, да, срастить его ногу, и как мы это будем сделать. А, у нас есть удобрения для грибов. Давайте сходим их вырастим. грибов. Поглядим-ка, работает ли это так же быстро, как пишут на этикетке. Поразительно. Споры растут прямо на глазах. Спаратрон 2000. Отличная штука. Так, а как нам собрать эти споры? Совсем легко. Когда в названии предмета так, тяжелые доски, понятно, ты не можешь. Так, а, так, слушайте, мы же тут, я совсем забыл, да, мы же зелья должны этот гостоправ или как он там называется сделать. На тебе грибные споры. Я не могу исп... Напомни, как он делается. Привет. Да. Мммм. Вот, да, а, гостоправная снадобья. Ты не напомни. Мне нужен хвост фиолетовый ящериц, шерсть и немного соли. Хвост фиолетовой ящерицы, шерсть и немного соли. Так, или соль, но не важно. Так, фиолетовый цвет мы знаем, где найти, но где найти ящерицу это вопрос. Ящериц мы еще не видели. Ммм. Я не буду. Здесь не я не я не могу не а эй О, сэндвич с языком, да ладно, зачем мы его сделали? Ха. я предпочел бы открыть я предпочел так, и на кой нам этот сэндвич с языком? Хочешь его? Я должен отдать это тому, кто это оценит. может волку отдать? Точнее как он оборотит. должен отдать отдать я предпочел бы отдать доминго может ты хочешь? я должен от сложно я предпочел меня так не я не могу использовать так шерсть я думаю мы от собаки можем получить позже лучше постить от пек я не могу я не могу я не могу здесь же я не могу подвинуть домик позже лучше постить от пек интересно а ты знаешь что читать шучу может мы шарь с лошади можем взять носы у них как будто резиновые я должен от я не могу так ну вот мы встали в тупик нам нужно костоправное зелье нафармить но пока что никакие мысли в голову не приходят здесь здесь наверно нам больше ничего не надо не не в этих мусор вряд ли джим 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 Я предпочел бы отказать. Ну и кстати, да, о делах насущных надо, чтобы он еще сундук нам отнес. Привет. Привет. Напомню, что тебе надо. Я, конечно, но у нас есть ряд твоя круты, и должен ты не к этим еще. Я знаю, что поверь мне. Девушки отдыхают. Возвращение в запланированную деятельность член профсоюза может объявить забастовку до тех пор, пока не будут удовлетворены его требования. Так что я объявляю забастовку, пока не удовлетворят мои требования. Что? Прости, но ты все слышал. У меня забастовка. Я не притронусь к сундуку, пока не удовлетворят мои требования. Чего же именно ты требуешь? Я требую сэндвич с верблюжатиной, аперитив без кофеина и отличный сладкий десерт. Что это за требования такие? Понятия не имею. Я взял их из профсоюзного бюллетеня. Нам предлагают предъявлять такие требования, если у нас закончатся все подходящие требования. Очень полезная штука. Потрясающе. Повторяю. Я ты сэндвич отли... У меня сейчас... Так, аперитив, значит, ты хочешь сэндвич? У меня благо есть. Ты просил сэндвич с верблюжатиной, правильно? Да. О, сэндвич ламой. Мне нравится лама. Так, аперитив. Хочешь ты этот? Ну, давайте в бар сходим, там посмотрим. Может, мы сможем просто заказать без каких-либо трудностей. Это трактирщик. Привет. Привет. Я бы хотел... Что я могу... Я бы хотел... Конечно, приятель. Но напиток... Все, что у меня осталось, пиво, диетическое содово и фернет. Эм, так. Ну, фернет, наверное. Я бы хотел заказать фернет. Вот, держи. Лучше под... Гаск. Наверное, подойдет. Что бы ты ни был, фернет. О, фернет. Аперитив без кофеина, который я просил. Это значительно лучше, чем я ожидал. Ты собираешься положить стакан с фернетом в карман? Да, я оставлю его на потом. Но как ты собираешься носить полный стакан в кармане? Так же, как ты принес его сюда. Туша! Потрясающе. Так, и что ты там еще хотел? А, десерт. Десерт у мухи есть. Госпожа муха, она не так проста. Она ждет своего бойфренда. Может, скажем, что его убили? Я не могу. Деньги не... Я предпочел... Привет. Зачем? О-о-о! Можно мне его... Хорошо, хорошо, я... До свидания. Посмотрим, что будет. Кажется, ничего не происходит. Как странно. Это становится действительно странным. Она в нас влюбилась? Привет. Почему вы так рады меня видеть? Это суфле для меня? О, спасибо. Я не сомневаюсь, что когда-нибудь вы станете прекрасной домохозяйкой. Я даже не могу поверить, что вы сами выбирали червей. Вы ничего не оставляете на волю случая, да? Да. Вы просто осчастливите своего избранника. До свидания. Вот отлично. Да, оказалось легче, чем я думал. Так. Господин Свин, у меня для вас есть кое-что. Так что, за работу. Вот твой сладкий десерт. Мой любимый. Как ты узнал? Если бы я знал, что Вигу так нужно перенести эту штуку, я мог бы выдвинуть требования поизобретательнее, понимаешь? Ах, да какая разница. После того, как я отнесу этот сундук в указанное место, начнется мой трехгодичный отпуск. Да благословят боги профсоюз демонов. Вполне заслуженный отдых. Главное, не забудь держаться подальше от склепа. Просто оставь сундук у входа. Не волнуйся, я тебя с первого раза понял. А теперь, за работу. Ха, никак не привыкнул говорить эти слова. Потрясающе. Интересно, кто соорудил его. Он слишком тяжелый, мне не удастся сдвинуть его с места. Привет. Да. Морж проснулся. Не пора ли нам снова захватить замок Даркиствель? Мы еще не готовы. Но после того, как Морж проснулся, мы уже на один шаг ближе. Я вижу музыку, и она прекрасна. Даже если он все еще ведет себя немного странно. Да, я полагаю, несколько дней он будет чувствовать себя бодрее, чем обычно. Но ты не волнуйся. Я уверен, что скоро все придет в норму. Будем надеяться. Спасибо еще раз за то, что разбудил Моржа. Ты правда отличный парень. Всегда пожалуйста. Сундук здесь. Мы можем начать охоту на демонов? Нет, мы еще не готовы. Пока все члены отряда не будут в строю, мы не покинем наше убежище. Там слишком много демонов. Да ладно, держу пари, что это будет легко. Главное, не скрещивайте энергетические потоки. Что? Понятия не имею. Я не знаю, где я это слышал, но звучит подходяще. Ты иногда такой странный. Ну да, Алисе Хвост это в порядке вещей. Я не говорила, что быть странным плохо. А, ну тогда ладно. Эй, странный парень. Еще раз спасибо за сундук демонов. Да не за что. Но не скрещивать эти потоки, это опять же из-за этих заходников на привидений. Так. Ты не напомнишь? Мне нужны хвост фиолетовый, шерсть и немного соли. У меня... Шерсть и немного соли. Господи, где я тебе все это возьму, женщина? Ты мне что-нибудь можешь еще предложить? До свидания. Не думаю, что стоит совать грязь. Так, без сундука здесь, конечно, много просторнее. Я не знаю других источников шерсти. Кроме какой-то этой штуки. Когда-нибудь... Ну еще окей, ладно, кресло. Соль? Где я соль могу достать? Ну, не знаю, может в баре, наверное. Ой. Не сюда. Привет. Здравствуйте, молодой человек. Мне... До свидания. Посмотри, что у меня есть. Ты думаешь, если я... О боже, у него косточка, у него косточка, у него косточка. Пожалуйста, брось ее, брось ее, брось. Брось ее, ради бога, брось ее. Оборно. Вот она, вот она. Вот, вот она. Если ты расскажешь кому-нибудь, что я это делал, я тебя засужу. Хорошо. Если меня спросят, этого никогда не было. Да, этого никогда не было. В карман отправишься ты. Прямо как Йода говорит. Итак, в дом мэра идем, красим хвост. Вот и этот персонаж исполнил свое предназначение. Окунаем. Теперь у меня есть хвост фиолетовой ящерицы. Ммм, кстати, голова Дудо. Я не хочу делать... Здесь ничего. Ну, вообще, я бы на самом деле уже закончил эту серию. Костоправное зелье мы сделаем в следующей. Тут осталось совсем немного, я так понимаю. Может мне кто-нибудь что-нибудь интересное в комментариях напишет, потому что следующее прохождение начну где-нибудь часа через 4 или 5. Может даже позже. Так что буду в течение этого времени надеяться на полезные комментарии. Вот. И увидимся в следующей серии. Всем пока.